Россиян посчитают в рамках переписи, а детей научат считать деньги и знать им цену. В следующем году у российских школьников с 1 по 9 класс начнутся уроки финансовой грамотности. При этом в Мурманской области этот курс уже преподается в качестве дополнительного предмета ученикам начальной школы. Есть ли интерес у детей к новой дисциплине и какие вопросы они задают, когда речь заходит о деньгах? Выяснила Анна Базалева. Хибинская гимназия одна из первых начала ознакомить своих учеников с правильным ответственным поведением в различных экономических ситуациях, которые могут произойти в жизни. Сейчас они, конечно, еще в начале пути, поскольку уроки начались только в сентябре, поэтому и вопросов у детей много. Мне очень интересно узнать про историю денег, как раньше расплачивались люди, как жили без них. Ведь сейчас без них трудно. Несмотря на то, что занятия дополнительные, группа набралась большая. Форма обучения самая разная. Беседы, игры, лекции. Дети с интересом осваивают новый, не всегда простой материал. Но давайте вспомним, что же такое бартер? Что такое бартер? Это обмен товара на товар. Совершенно правильно. Познакомившись с теоретической частью, в дальнейшем юные кировчане будут учиться вести домашний бюджет, узнают, как обезопасить деньги на банковской карте и не попасться в сети мошенников. Знания более чем актуальны в наше время. Но расскажут ребятам не только о том, как сберечь, но и о том, как рационально потратить. Главная задача – научить, вернее, понимать, чтобы ребенок понимал, стоит просить очень дорогую игрушку или не стоит, на что потратить семье деньги, на покупку, например, какой-то бытовой техники необходимой в жизни или на отпуск. То есть вот эти вопросы мы будем рассматривать. Вопросы важные, и взрослые согласны. Думать о деньгах в таком возрасте не рано. Я считаю, что с детства должны они уметь пользоваться и расходовать деньги. Знать, что такое рубль и сколько он стоит, и куда его можно израсходовать. Много обмана кругом. Поэтому дети должны уже с малолетства знать, чтобы их лишний раз не обманули, так скажем. Хотя бы понимать, как все устроено в нашем мире. Даже моя дочь спрашивает периодически, как образуются цены, сколько стоит, это дорого или недорого. Так что это все правильно. Я нужное, но боюсь, что это бесполезное знание. Да потому что кто их преподает-то? Учителя. А должны банкиры преподавать. Возможно, подростков, желающих стать экономистами, и должны обучать банкиры. Но дать азы финансовой грамотности вполне по силам и учителям. Родители в своем большинстве уверены, такие знания детям нужны. Они помогут подготовить их ко взрослой жизни.